Приветствую вас. Я, конечно, не знаю, был ли у вас какой-либо негативный опыт, связанный с поездками на автомобиле, такой негативный, я бы сказал, даже, наверное, где-то травмирующий, да, вот, я не знаю, если и был ли у вас такой опыт, вот, если был, то страх, конечно, он именно про этот опыт, то есть ваше... ваше подсознание пытается защититься, вот, от того, что в данном случае пугает очень сильно. Вот, но, если мы, например, предположим, что у вас нет никаких оснований для страха, да, то есть если вот изначально вам, ну, нечего бояться, да, было, вот, но вы всё равно боитесь, то здесь я бы сказал, что речь идёт о фиксации, о фиксированности на вот этой вот мечте, которая для вас стала, видимо, своего рода, ну, своего рода смыслом жизни. То есть, понимаете, какая штука? Человек, он склонен ставить себе определённые цели, да, и человек склонен, в общем-то, эти цели, ну, реализовывать, человек склонен эти цели выполнять. И в вашем случае, поставив цель и по факту достигнув её, вы можете, по своим ощущениям, как я думаю, вы можете её потерять, то есть вы можете потерять эту цель, а что, типа, делать дальше? То есть, вот, ну, вы достигнете этой цели, да, вот, вы достигнете цели, которую, которую хотите, вот, например, научитесь ездить на машине, допустим. А что дальше? И вот ответ на этот вопрос у вас, скорее всего, нет. И если вы очень сильно хотели, если вы очень сильно хотели научиться ездить на машине, кстати, для чего вам это? Вот. То нет ничего удивительного в том, что вы боитесь, то есть вы, как бы, подсознательно оттягиваете момент исполнения этой мечты, потому что дальше, что делать, вы, скорее всего, не знаете. Ну, или знаете, но, там, допустим, в той или иной степени сомневаетесь, или знаете, но в той или иной степени, там, как-то для вас это не так важно, короче говоря. Вот. То есть здесь вот сказывается такая экзистенциальная недостаточность того, что вы делаете. И я думаю, я думаю, что вам, ну, в первую очередь нужно обратить внимание на это. Вот. Вот. В первую очередь вам нужно обратить внимание на это, как мне кажется. На то, а не преувеличиваете ли вы значимость, да, не преувеличиваете ли вы значение, вот, научиться водить, ну, возможности, умению научиться водить машину. Вот. Потому что если вы преувеличиваете значимость этого, то для вас абсолютно нормально будут такие вот последствия. Поэтому, с одной стороны, я бы проанализировал ситуацию на предмет того, были ли у вас негативные аспекты, связанные непосредственно с вождением, вот. И второе, это то, насколько вам важно, собственно, уйти в воде, для чего и что делать дальше. Потому что есть ощущение, что вы сверх мотивированы. То есть, если вы говорите, что вы плачете, если вы говорите, что вы встаете, это вот очень сильная концентрация идет на вот этом моменте, ну, на моменте, да, чтобы научиться водить. Вот. А ведь это не самое главное в жизни. Понимаете? Сверх мотивация. Сверх мотивация, если она есть, она нуждается в своем, так скажем, расщеплении, да. Сверх мотивация, если она есть, она нуждается в том, чтобы ее снизить немножко, чтобы вам было, ну, полегче, чтобы вам было по комфортнее, чтобы вам было по спокойнее, скажем так, немного, да. Вот. Сверх мотивация, она, как правило, нуждается именно в этом. И если у вас действительно она, если у вас действительно она, если у вас действительно сверх мотивация, то я лично думаю, что вы можете в процессе, например, психотерапии, да, ее снизить. Вот. Снизить и тем самым помочь себе более спокойно, ну, более спокойно относиться, короче, вот, к тому, что вы делаете, более спокойно относиться к тем вещам, которые вы делаете. Вот. Более, более спокойно ко всем вещам относиться. Вот. И тогда, возможно, бояться у него. Не возможно, а скорее всего. Вот. Но это только при условии, если у вас нет, ааа, никаких, вот, моментов, ааа, ну, в прошлом, вот. Которые, в той или иной степени, да, вас бы, как-то вот, ну, напрягали, сбивали, да, вот такая вот история. Такой момент. Вот. Вот. Поэтому я очень, ааа, надеюсь на, на то, что вы как-то вот это поисследуете, я очень надеюсь на то, что вы как-то это изучите. Вот. Я очень надеюсь на то, на, на то, что более, ну, более подробно, да, будут, будут раскрыты, ааа, моменты, более подробно будет раскрыта эта, эта история. Вот. И мы тогда уже сможем, ааа, вам помочь. Вот. То есть я понимаю, что вы хотите избавиться от страха, от страха, но страх вам, он для чего-то нужен. То есть страх вас от чего-то защищает. Вот. Страх это практически, почти всегда, почти всегда, страх это защитная реакция, защитный механизм. И он вам, образно говоря, ну, для чего-то нужен. Вот. И очень важно понять, для чего, для чего. И тогда мы, мы, мы можем вам помочь. Ааа, на этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен. Ааа, если понравился он, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация будет разрешена. Ааа. 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 Продолжение следует...